Он поверил девушке. Но девушка, она является воплощением его судьбы просто и всё. Если по судьбе положено, что она просит, значит она бросает. Потому что у ней нет сил сопротивляться судьбе. Она говорит, я не могу с тобой находиться, мне тяжело. Мне холодно с тобой, я не чувствую счастья, мне тяжело. Невыносимо с тобой находиться рядом, не могу. Всё. Или второй вариант, если человек бездуховный, если он не занимается, не живёт возвышенно, не молится и так далее, то у него отношение с людьми находится ниже правильного состояния, в котором есть совесть, ниже допустимой нормы. Бессовестное отношение означает совсем безнадёга. Девушка просто и уходит без объяснения. Потому что ей понравился другой. И всё. Ей наплевать на его чувства. Почему? Он скажет, почему у меня так получилось в жизни. А потому что ты в сфере жил, в которой нет совести. Есть разные сферы жизни людей. Есть сфера, в которой нет совести. Люди просто обалдеют, наслаждаются. Пришёл на дискотеку, потанцевал. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Там потанцевал. Раз встретил тёлку, пошёл с ним. Вот. И дальше там, знаете, что бывает. Вот. Потом раз, и она полюбила вдруг дура. Чем полюбила? Чё? Мы же не для этого встретились, правильно? Ну ты, как бы, забудь. Забудь меня. Как-то так расслабься и забудь. Он говорит, я не могу без тебя теперь жить. Ну, это же твои проблемы. Это называется бессовестность, понимаете? То есть люди бессовестные. И зачем в такой среде вообще жить? Зачем там находиться среди таких людей? Надо выходить из этой среды. Нужно работать над собой. Развивать себя как личность. Учиться дружить с молитвой.